МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С каждым годом количество гражданских дел, рассмотренных в городском суде, увеличивается. Для сравнения, только за 9 месяцев этого года судьями Полевского городского округа уже рассмотрено почти 1300 дел, в то время как за аналогичный период 2012-го только 1000. Здравствуйте, это главная тема, я Татьяна Усынина. Гость в суде, председатель городского суда Оксана Леонидовна Логвинова. Оксана Леонидовна, добрый день. Добрый день. Ну, раз уж мы заговорили о гражданских делах, они все чаще попадают на рассмотрение к вам. Давайте поговорим о них более подробно. Давайте. Большинство дел действительно в суде составляют гражданские дела. Количество, как вы уже говорили, из года в год их возрастает. За 9 месяцев, если быть точным, рассмотрено судом было 1283 дела, что на 280 дел больше, чем за аналогичный период 2012-го года. То есть в среднем судья рассматривает порядка 45 дел в месяц. Данный показатель достаточно высокий, нагрузка на суде достаточно большая, выше средней областной. И если говорить уже о вообще делах, о категории дел гражданских, то в основном это, конечно, дела, связанные с жилищными спорами, рассматриваются в суде. Это большая часть их, порядка 122 дел рассмотрела. Дела о взыскании задолженности по квартплате, кредитные договоры, дела, связанные с наследством. То есть вот это основная категория дел, основная масса, которая рассматривает судей. Скажите, а как часто полевчане обращаются в суд за установлением отцовства? Вообще дела данной категории имеются в суде на рассмотрение, но их не так много. За 9 месяцев 2013 года в суде было рассмотрено порядка 10 дел данной категории. Все исковые требования были удовлетворены. Но чаще всего в суд обращаются женщины, которые, соответственно, родили ребенка вне брака. В графе о рождении ребенка, где должен стоять, значит, отец, прочерк указанный. Соответственно, когда складывается такая ситуация, что женщине помогать отказывается тот мужчина, от которого она родила ребенка, она обращается в суд о том, чтобы установить отцовство в соответствии с нашим решением, потом уже взыскивать элементы с этого мужчины. Ну и другая категория дел, которая также об установлении отцовства, но здесь их меньше поступает на рассмотрение ситуации, когда, например, этот мужчина умирает, и женщине, чтобы получить по случаю потери кормильца какие-то там денежки, она вынуждена обращаться в суд и устанавливать отцовство в отношении ребенка. Но, как правило, такие дела, они заканчиваются быстрорассмотрением, поскольку для того, чтобы вынести какое-то решение, необходимо проведение генетической экспертизы, которая достаточно дорогостоящая. И, соответственно, как правило, у нас отцы признают свое отцовство в отношении ребенка и иск удовлетворяются, то есть признаниями иска. Вот таким образом они рассматриваются. Скажите, а как быть во втором случае? Если человек умер, то каким образом там можно установить отцовство? А там, как правило, родственники привлекаются к участию в деле в качестве заинтересованных лиц, наследники вот этого умершего. И тоже ситуации редко, когда кто-то возражает. То есть если при жизни этот умерший признавал ребенка, доказывается какими-то фотографиями совместными, либо вот свидетели, свидетельствуют о том, что ребенок действительно признавался, то суд выносит решение и устанавливает такие факты. То есть тиски в большинстве с вами всегда удовлетворяются? Да, они удовлетворяются. 159 человек было осуждено в этом году по уголовным делам. Скажите, много ли несовершеннолетних? Несовершеннолетних не так много. Их порядка, наверное, 10 человек. И здесь тоже ситуация такая, она неоднозначна, потому что растет групповая преступность. И в принципе преступления совершаются много несовершеннолетними, но здесь определенный возраст для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за те же кражи. То есть ребенок должен достичь 14-летнего возраста. За более тяжкие преступления там, соответственно, уже 16-летнего возраста. И поэтому, как правило, у нас приходят в суд одни и те же. В колонию мы их отправить не можем, поскольку, ну, все-таки это ребенок, и государство у нас гуманное, и нацелено на то, чтобы исправлять без изоляции от общества. Но, как правило, показывает практика, есть таки несколько человек, которым вот эти условные наказания, оно назначается, назначается судом, а он в период этого условного наказания совершает и совершает преступления. В том числе начинает уже совершать более тяжкие преступления, это связанные с продажей наркотических средств. Уже в учебных заведениях. Ну, и как быть в этом случае? Сейчас такая волна пошла. Ну, вот, если, конечно, он в период условного осуждения совершает преступление, то нам уже, ну, два раза мы его к условной мере наказания приговорим, то уже с третьего раза-то, конечно, если ничего не помогает, то отправляем уже в воспитательную колонию. Понятно. А есть ли у нас такие несовершеннолетние, которые, допустим, отбыв срок в колонии, потом дальше идут? Ну, по наклонной, так скажем. Есть такие, есть, есть и пять, и шесть, и семь раз судимые. Начиная вот с маловеднего возраста? Начиная с 14-летнего возраста. Мы в прошлом году осудили, он уже стал взрослым к моменту вынесения последнего приговора. Ну, все вот предыдущие приговоры, они у него были, значит, когда ему еще не было, 18 лет вынесены, и вот их порядка восьми вот этих приговоров. То есть там и наказание, и штрафы были, и условное наказание. Ну, в результате вот с восьмого раза, наверное, там только уже лишение свободы, причем там порядка ему пяти лет было назначено. Там стадия, наверное, серьезная какая-то была, да? Да, ну, у него там кражи, все это все сложил судья и отправил его. Скажите, а как в политическом обстоят дела с незаконным оборотом наркотиков? Ну, часто ли к вам на рассмотрение попадают дела? Таких дел много, наркотики, это вообще большой вопрос, по-моему, для общества в целом. Они, дела связаны с законным оборотом наркотических средств, они стоят фактически на втором месте по количеству от рассмотренных дел за 9 месяцев у нас этого года. Сейчас направляются в суд дела большие, групповые. Они, эти дела, достаточно сложные, с большим количеством обвиняемых. Последнее дело у нас пришло на 8 человек, в том числе и девушки. В этой группе состоят. А возраст? Возраст, как правило, по таким делам, начиная от 18 лет и, значит, где-то до 35-36. А сбыт наркотических средств? Это вот, да, это сбыт, это касается и употребления, и хранения, если просто наркотических средств. Вот такая категория граждан, где-то возрастной ценз, вот такой вот, от 18, где-то до 30-35 лет. Я уже, честно говоря, думала, что эти дела уже давно минувших дней у нас, тем не менее, все-таки имеются, да? Они имеются, потому что наркотиков все больше и больше, новые виды, каждый день буквально что-то придумывают. Синтетические наркотики, да. Поймать достаточно тяжело их, потому что сбываются они посредством сети интернет, через всякие эти киви-кошельки и так далее, через закладки их приобретают. То есть, вот так вот выйти, значит, на кого-то, поставщика вот этих наркотиков, очень тяжело, то есть, длительно, очень по времени происходит это все. Скажите, а курительная смесь сейчас тоже к синтетическим наркотикам относится, да, насколько я знаю? Да. Такие дела у вас есть? Есть, у нас различные. Сейчас не только дел по, наверное, вот наркотику ранешнему героин, которого, видимо, в городе, я уж не знаю, нет, но, по крайней мере, может быть и есть. А может, решили просто обходиться менее дешевыми наркотиками? Да, потому что достаточно дорогой, и сейчас, соответственно, прекратили варить дизаморфин, которого раньше тоже было, это массово, поскольку запретили продавать вот эти все таблетки, кодельные содержащие, да, в аптеках. А у нас, значит, даже сроки наказания увеличились с 1 января по преступлениям вот этим под наркотиками. То есть, поправки внесены в уголовный кодекс? Да, были внесены, они, да, они вступили в силу с 1 января, и, тем не менее, даже это не останавливает граждан от употребления и продажи, потому что продажа, например, наркотического средства весом 0,25 грамма, она карается наказанием от 10 до 20 лет лишения свободы. И все, и здесь больше альтернативы никакой нет. То есть лишение свободы. То есть лишение свободы и все, причем вот на такой срок от 10 лет сразу же. И я об этом говорила по итогам полугодия, наверное, и акцентирована на это внимание, да, но количество дел не уменьшается, и молодые люди продолжают вот их употреблять, и сейчас тем более ситуация такая очень критичная, и в школах стали продавать. Это плохо, это печально уже очень, да? Да, употребляют дети. Скажите, а в этом году уже где-то вынесен приговор по вот статьям по данным, по сбыту, там, употреблению, хранению наркотических средств? Ну, так и не один у нас, конечно. И не один, да, а по срокам хотя бы можете сориентировать? По срокам назначаются и 5, и 6, и 10, и 12 лет. А, то есть по-разному. Вот они по-разному, потому что здесь части разные, этих статей по сбыту, это все зависит от веса, и поэтому... Но, тем не менее, сроки все равно достаточно. Сроки, я и говорю, что, да, здесь даже 0,25, то есть это даже не грамм, и уже четверть грамма, и уже от 10 лет. А если это вес еще меньше, там, ну, то есть наказание, там, от 5 лет есть, и от 4, вот так вот. То есть, получается, госнаркоконтроль у нас, в принципе, работает хорошо, я так понимаю, да? Госнаркоконтроль работает, сотрудники полиции работают, потому что и они занимаются расследованием дела данной категории. В принципе, да, и в Екатеринбурге расследуют дела, то есть, ну, у них один следственный отдел, поэтому еще дела оттуда, значит, приходят в суд на рассмотрение. То есть наркотик, это у нас больная тема, я так понимаю, да? И это, видимо, уже нам не искоренить в нашем обществе. А еще один род преступлений, это административные правонарушения, но это уже исключительно работа мировых судей, насколько я знаю, да? Ну, здесь и мировых судей, потому что все знают, что основная масса, конечно, у них находится на рассмотрении дела. Это дела, связанные с нарушением правил дорожного движения, выезд на встречную полосу, например, управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения, либо там, наркотического, либо отказ от медицинского свидетельствования. То есть вот это вот их категория дел. Но, тем не менее, 122 человека были привлечены к административной ответственности федеральным судом. Нашим судом, то есть это, значит, те дела, где предусмотрено наказание, например, в виде лишения также права управления транспортным средством. Это дела, связанные с нарушением миграционного законодательства, где предусмотрено выдворение. Депортация, то есть, да, за пределы российской дела. Депортация, или, значит, те дела, где в результате транспортного происшествия человеку были причинены легкие вреды здоровью, либо вред средней тяжести. То есть вот это все подсудность, как бы, дела. А если человек погиб, это тоже ваше? Федерального суда, да. Но если человек погиб, там уже это возбуждается уголовное дело, расследование и так далее. Тем не менее, все федеральным судьями. Это же федеральные, да. А скажите, пожалуйста, то, что касается выдворения иностранных граждан, как у нас вообще миграционное законодательство соблюдается в городе? Ну, дел, я уже говорила, тоже дел таких мало. Мало. Приходит на рассмотрение, да. Приходит на рассмотрение мало. Вот в эти выходные дни был предоставлен один материал. Там судья принял решение выдворить за пределы Российской Федерации гражданина. Но, как правило, выдворяем тех, у которых нет ни разрешения на работу, нет каких-то оснований здесь для проживания. То есть регистрация давно у него здесь прошла, он не создал здесь семью, то есть ничем не занят. Он когда-то здесь приехал, работал, а теперь складывается такая ситуация, что у него нет денег, даже они говорят, выехать просто самостоятельно. Не на что. Да, не на что. И мы здесь вынуждены находиться. А здесь, вроде бы, как, если судья принимает решение, то его за счет государства выдворяют, да, депортируют к себе на родину. На 5 лет, да, насколько я знаю? То есть, или там сроки тоже разные выдворения? Ну, там, я... Не знаете, да? По-моему, раньше это было на 5 лет. То есть 5 лет... У них что-то было, сейчас изменения были вынесены какие-то, чтобы на более длительный срок запретить въезд на территорию Российской Федерации. Все ясно. Возможно, они уже больше сюда никогда и не вернутся, да? Оксана Леонидовна, в последнее время вы очень активно работаете с территориальным отделом Роспотребнадзора. Скажите, тут как у вас работа с ними идет? Это нам Роспотребнадзор очень активно работает, потому что они нам направляют в суд материалы о привлечении к административной ответственности как граждан, индивидуальных предпринимателей, так и предприятия определенные. Такие протоколы составляются, как правило, за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Ну вот самые такие интересные дела, чаще всего, вернее, которые направляются в суд, это дела, речь, где идет о подвальных помещениях в жилых домах, в ненадлежащих условиях содержится. В подвалах очень сыро, грязно, бегают там, например, крысы, летают эти комары зимой. То есть это все попадает в квартиры граждан, граждане жалуются, соответственно, проверяется это все и направляется в такой материал. Вот я уже говорила, что приходил материал по городской управляющей компании относительно дома в поселке Дюзерский. Речь также шла и о детских садах и школах, где нарушались режим приема детей в эти дошкольные учреждения. То есть привлекались к административной ответственности юридические лица. Санитарные правила и нормы нарушались при изготовлении молочной продукции, не буду говорить это предприятие, когда, значит, отбирались в пробу молочной продукции, в твараге сметания и кефира, и в 25% этих проб, четверть оказалась, она не удовлетворена по микробиологическим показателям. То есть вот такие материалы приходили в суд. Серьезные нарушения, если вот такие допускаются, то суд может приостановить работу данных предприятий, учреждений на срок до 90 суток. Всегда ограничиваетесь максимумом или нет? Нет, не всегда мы максимумом ограничиваемся. Это тоже все зависит от степени тяжести нарушений. Может быть, они, когда уже материал приходит в суд, они уже все это устранили, подтвердили документально, что угрозы такой нет уже жизни и благополучию населения, людей. И поэтому мы здесь принимаем решение иногда и штрафа, иногда вот более такая серьезная мера, чтобы они в течение вот этого времени, на котором мы приостановили деятельность этого предприятия, могли устранить все вот эти свои нарушения, недостатки. А что в случае вот с подвальными помещениями, например, городская управляющая компания, как они устраняли все это за сели, я так понимаю, крысы, комаров в подвальных помещениях? Ну, здесь тоже это привлечение к административной ответственности, то есть они должны были там прибрать все это, уже устранить все это. А штраф какой-то предусматривается? Здесь можно, может суд принять решение о приостановлении, например, деятельности, ну здесь подвала, в частности, уже, как его приостанавливать, собственно говоря, в жилом доме, здесь никак. Здесь если только штраф, как на юридическое лицо, достаточно большой он, и, ну, стараются это все устранять, то есть эти дела у нас находятся все на контроле, мы за ними следим, как выполняется это все. Служба судебных приставов, соответственно, тоже за ним следит. Понятно. Оксана Леонидовна, ну я понимаю, что нагрузка на городских судей очень большая, а каким штатом вы вообще сегодня работаете? Сейчас мы, слава богу, укомплектовались, будем так говорить. Как давно? В этом году у нас по штату было предусмотрено 8 судей федеральных, сейчас мы работаем восьмером. То есть 8 судей, у нас существует специализация по рассмотрению уголовных и гражданских дел в суде, то есть 4 судья рассматривают гражданские дела, 4 уголовные, и судья рассматривают дела в отношении несовершеннолетних, если уголовные дела поступают. Существует у нас также на территории Полевского городского округа 3 судебных участка мировых судей, где работают мировые судьи, один судебный участок в том числе находится в южной части для удобства граждан. Но сейчас речь идет о строительстве единого помещения для мировых судей, чтобы они не находились все в одном месте, ну и где-то речь шла о строительстве в северной части, но пока окончательное решение не принято, потому что участки разрозненные, потом места им, будем так говорить, мало для рассмотрения дела уже сейчас, с счетом также увеличивающегося количества дел и уголовных, и гражданских у них, их категории, конечно же. Но опять же, если мировых судей посадите в северной части города, жителям южной части опять будет не так удобно, да? Будет не так удобно, но предлагался вариант в южной части, вообще очень далеко, даже жителям южной части города было бы неудобно добираться. Здесь все-таки транспортное сообщение налажено хорошо, поэтому, думаю, проблем не будет. Ну, мы же тоже переехали, сейчас находимся на улице Декабристов, не совсем удобно для граждан, потому что остановки у нас там нет. И транспорт у вас не ходит? Пятого маршрута, да, ходит там нерегулярно, поэтому, значит, ну, кому надо, значит, кто доберется, а кто нам очень нужен и не приходит к нам добровольно, оттого, значит, мы подвергнут принудительному приводу через службу судебных. Но вам-то комфортно в новом здании? Нам комфортно, да, у нас соответствует всем требованиям, которые предъявляются к зданиям судов. У нас у судей и совещательные комнаты есть, и комнаты отдыха, и для приема пищи комната, то есть здание достаточно большое, комфортное, то есть залы судебных заседаний у всех судей, конечно, несравнимо в тех условиях, в каких мы существовали на роде Люксембург-75, то есть сейчас это, можно сказать, что мы в очень хороших условиях, в отличных находимся. Ну, спасибо большое, Оксана Леонидовна, а я напомню, что это была главная тема с председателем городского суда Оксаной Леонидовной Логвиновой. До свидания.